В Красноярске ввели режим ЧС техногенного характера на улице 2-й Огородной. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Студгородке разрушается парковка и склон возле жилого дома. Мы уже рассказывали об этом в прошлых выпусках. По словам местных жителей, трещины в асфальте появились еще три года назад. С каждым дождем они только увеличивались. На этой неделе ситуация стала критической. Сегодня в мэрии разъяснили, почему произошла чрезвычайная ситуация. Застройщик, компания, реставрация неправильно выполнила уклоны, пешеходные и автомобильные дорожки. Были проблемы и с водоотводом. Мы сегодня приступили к монтажу бордюра на этой территории. Бордюр отобьет воду на входе и сбросит ее в тот водоотвод, который существует чуть-чуть дальше. Недалеко от соседнего дома на прилегающей территории. Мы в лоток сбросим эту воду. Мы считаем, что в случае осадков все возможные опасения наши будут уже исключены. Разрушения этих не будет. Сегодня ночью участок оградили. За безопасностью прохожих будут следить полицейские. А специалисты ГО и ЧС каждые два часа планируют осматривать участок. Затем начнут отводить воду. В дальнейшем проектировщики, инженеры управления капитального строительства и специалисты управления дорог и благоустройства сформируют новый склон из твердых каменистых пород и негабаритных больших камней. Для этого построят временную дорогу. Она нужна, чтобы завести стройматериалы. На работы из резервного фонда Красноярска выделили необходимые деньги. По предварительным подсчетам понадобится 26 миллионов рублей. И это только первый этап. После ликвидации ЧС рабочие восстановят площадку перед домом. Специалисты подчеркивают, угрозы обрушения здания нет. В настоящее время паники по дому в самом деле не должно быть. Люди не должны собирать вещи и выезжать из этого дома. Необходимо какие-то оградительные мероприятия выполнить, для того, чтобы исключить возможность людей ходить по тем местам, которые сотворили военную ситуацию.